Система цели обучения Система цели обучения цифровой предметы цифровой грамотности, я хотела бы уточнить, что те разделы, которые мы будем с вами проходить именно по предмету цифровой грамотности, это 5 разделов, которые даются с 1 по 4 класса. Первое – это компьютер, второе – это понятие обработки информации, третье – сети интернет, четвертое – вычислительное мышление и пятое – это робототехника. Итак, в каждой системе цели дается код или кодировка, да, система цели. Давайте рассмотрим эту кодировку, которая дается, и дальше будем уже рассматривать, какие же цели идут в каждом классе. Итак, давайте остановимся на… Посмотрите, пожалуйста, первый раздел – это компьютер. Здесь у нас три подраздела устройства компьютера, программное обеспечение, безопасность. Итак, если увидите внизу, даются цифры 1, 1, 3, 1. Что это означает? 1 – это первый класс, первая цифра – это означает класс, это первый, значит, у нас на данный момент это у нас первый класс. 1, следующий за классом, это раздел. В данном случае у нас раздел компьютер. 3 – это цели, то есть подраздел. Подраздел у нас безопасность. И 1 – это цель именно этого подраздела. И еще раз повторяю, 1, 1, 3, 1 – это 1 указывает класс. 1 – это раздел. 3 – это подраздел. И 1 – это цель подраздела. Итак, в первом разделе компьютер в первом классе у нас проходит безопасность. 1, 1, 3, 1, то есть соблюдение правил поведения в кабинете информатики рассматривается цель. Во втором классе у нас по каждому подразделу даются свои цели. Итак, в первом подразделе устройства компьютера 2, 1, 1 дается цель отличать устройство ввода и вывода. Итак, давайте рассмотрим. Второй класс, 1 – это первый раздел компьютера, 1 – это подраздел устройства компьютера. И первая цель – отличать устройство ввода и вывода. Далее, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3. Все это касается подразделу программное обеспечение. Здесь в подразделе программное обеспечение даются три цели. Итак, это объяснять понятие файла и папки, создавать, копировать, перемещать и удалять файлы и папки. И третья цель – использовать контекстное меню в своей работе. Понятно, да, насчет кодировки? И в подразделе безопасность дается одна цель 2, 1, 3, 1. То есть второй класс, первый раздел компьютер, в подразделе безопасность дается цель первая – следовать основным правилам техники безопасности при работе цифровым устройством. Рассмотрим третий класс по разделу компьютер. Здесь по подразделам, здесь каждый подраздел охвачен, первый подраздел устройства компьютера дается одна цель, в подразделе программное обеспечение тоже одна цель, и в подразделе безопасность тоже одна цель. 3, 1, 1. Использовать клавиши для смены регистра, символов, раскладки клавиатур, управление курсором. Еще раз повторю, 3, 1, 1, что означает кодировки? Первая цифра означает класс, в нашем случае это третий класс. После 3 цифры стоит 1, это раздел, показывает раздел. В данном случае у нас раздел компьютер. И первый подраздел – это устройство компьютера. И первая цель – использовать клавиши для смены регистра символов, раскладки клавиатур, управление курсором. Понятно, да? Итак, четвертый класс здесь рассматривается, смотрите, по разделу компьютер, первый подраздел устройства компьютера и третья безопасность. По устройству компьютера здесь 4, 1, 1 дается одна цель – объяснять, что устаревшие компьютерные и мобильные техники связаны с научно-техническим прогрессом. И по подразделу безопасность цель – выделять критерии надежного контроля. Итак, второй раздел – это представление, обработка информации на каждый класс. Здесь у нас даются подразделы первой – тексты, второй – графики. Как мы видим, в первом классе тексты и графики у нас не рассматриваются. Начинают рассмотрение этого подраздела только во втором классе. Итак, во втором классе в разделе представления и обработки информации на каждый класс, в подразделе «Тексты» у нас даются две цели. Это набирать текст в клавиатурном тренажере и записывать свои идеи в текстовом редакторе. В подразделе «Графика» у нас даются две цели – копировать и отражать фрагмент рисунка, редактировать рисунок, то есть обрезка, поворот, изменение размера. Так, рассмотрим третий класс по разделу «Представление и обработка информации на каждый класс». И в подразделе «Тексты» у нас даются пять целей. Создавать, маркировать, нумеровать списки – это первая цель в текстах. Соблюдать правила набора текста, редактировать текст, формировать шрифт и абзац, вставлять изображение в текст и настраивать его обтекание. В подразделе «Графика» у нас предусмотрена цель 3.2.2.1 – использовать программы для обработки фотографии, то есть редактировать яркость, контрастность, рамки. В четвертом классе у нас именно рассматривается по разделу «Представление и обработка информации» в подразделе «Тексты» дается одна цель 4.2.1.1 – это создавать простые таблицы в тексте. Итак, дальше продолжим. У нас именно по разделу «Представление и обработка информации» дается следующий подраздел – это «Презентация 4.2.1.1». В разделе мы заметили, что раздел «Представление и обработка информации» в первом классе вообще этот раздел не преподается. Заметили, да? Этот раздел «Представление и обработка информации» начинается изучать только с четвертого подраздела во втором классе. Вот смотрите, в «Мультимедии» как дается. 2.2.4.1.2.2.2.2.2.2. Использовать программы для записи и воспроизведения звука. Редактировать звуковые файлы. В третьем классе даются «Презентации». Именно как создавать простые презентации, содержащие текст изображения, использовать переходы между слайдами, использовать готовый дизайн для оформления презентации. Итак, подраздел «Презентации» в четвертом классе здесь даются три цели. Это выбирать макет для слайда, настраивать анимацию объектов в презентации, вставлять звук и видео в презентацию. И «Мультимедиа» у нас даются следующие цели. Создавать видеоролики, использовать фотографии, звуки, видео для создания презентации. Итак, у нас третий раздел – это «Работа в сети интернет». Итак, рассмотрим здесь, какие же подразделы даются. Здесь, смотрите, подраздел «Поиск информации», «Обмена информации». В «Поиск информации» у нас здесь уже, что делается? В первом классе уже этот раздел с подразделом «Поиск информации» и «Обмена информации» изучается уже в первом классе. В подразделе «Поиск информации» у нас дается следующая цель. То есть одна цель – 1.3.1.1. Понимать, что не вся информация размещена в сети достоверно и полезно. И вторая цель подразделе «Обмена информации» показывает элементарное понимание рисков нежелательных контактов в сети. Вот в первом классе у нас начинается изучение с раздела «Работа в сети интернет». Во втором классе у нас изучается именно подраздел «Поиск информации». Здесь дается одна цель – использовать браузер для поиска информации на заданную тему. В подразделе «Обмена информации» у нас дается одна цель. Это осуществляет обмен данными между приложениями. В третьем классе дается по поиску информации одна цель. По обмену информации у нас две цели. В четвертом классе одна цель дается по подразделу «Поиск информации». А по подразделу «Обмена информации» у нас даются две цели. Итак, следующий раздел «Вычислительное мышление». Здесь у нас дается алгоритм и программирование подраздела. В первом классе начинается изучение алгоритмов. Что здесь дается? Итак, дается цель 1.4.1.1 – это реализовать линейный алгоритм. То есть мы изучаем уже линейный алгоритм в первом классе. По программированию начинается программирование работы именно в среде скреч. Здесь следующая цель 1.4.2.1 – создавать, сохранять и открывать проект в игровой среде программирования скреч. Итак, второй класс. Во втором классе именно в подразделе «Алгоритм» даются следующие цели. Это 2.4.1.1 – реализовать алгоритм ветвления. 2.4.1.2 – реализовать заданный в словесной форме алгоритм. А 2.4.1.3 – составлять алгоритм решения задачи. В программировании в подразделе «Программирование» даются три цели. Это создавать персонаж во встроенном графическом редакторе игровой среды программирования. Организовать управление спрайтом с клавиатурой. И организовать текстовый диалог между персонажами. В третьем классе у нас задействованы два подраздела – «Алгоритм» и «Программирование». В подразделе «Алгоритмы» у нас даются две цели. Строить алгоритмы, использующие повторение цикл, и реализовать циклический алгоритм. В подразделе «Программирование» у нас даются четыре цели. Разрабатывать игру по готовому сценарию, работать с несколькими сценами в игровой среде программирования, работать с несколькими персонажами в игровой среде программирования, и реализовать циклический алгоритм при создании игры в игровой среде программирования. В четвертом классе подраздели «Алгоритмы» у нас даются следующие цели. Это 4411 – реализовать вложенный цикл, 4412 – использовать логические операторы, 4413 – использовать операторы сравнения. Еще раз повторюсь, коды 4411 означают, первая цифра – это класс, на данный момент мы рассматриваем четвертый класс. Четыре – это раздел, это раздел четвертый, у нас вычислительное мышление. Один – это подраздел, подраздел – это у нас алгоритмы. И один – это что? Цели, которые реализуются именно в этом классе. В подразделе программирования у нас даются две цели. Это использовать перемены, создавать игру по собственному сценарию. Итак, пятый раздел – это робототехника. В пятом разделе у нас рассматриваются следующие подразделы. Это общая робототехника, движение робота, датчики и моторы. Датчики и моторы. Итак, общая робототехника. Здесь в подразделе в первом классе даются две цели. Собирать базовую модель образовательного робота и загружать, запускать программы для робота. Это при общей робототехнике, при именно объяснении, разъяснении. А в подразделе движения робота здесь у нас рассмотрены пять целей. Организовать движение робота с заданной скоростью. Организовать движение робота на заданное количество оборотов колес. Организовать движение робота вперед. Организовать движение робота назад. Организовать поворот робота на угол 90 и 180 градусов. Во втором классе у нас по подразделу общая робототехника заданы три цели. Загружать аудиофайл для робота. Использовать звук при разработке программы для робота. И представлять созданного робота аудитории. Во втором подразделе движения робота у нас дается одна цель. Это организовать движение робота по заданному в словесной форме алгоритму. И по подразделу датчики и моторы у нас дается использование датчика касания. В третьем классе у нас именно, смотрите, уже опускается общая робототехника подраздела. Здесь у нас рассматривается подраздел движения робота, где дается одна цель. То есть это использование цикла для организации движения робота. И в подразделе датчики и моторы здесь дается у нас одна цель. Настраивать скорость и задавать количество оборотов среднего мотора. В четвертом классе у нас два подраздела не рассматриваются. Подраздел только рассматривается третий. Датчики и моторы. В данном случае у нас даются две цели. Это 4531 использовать датчик цвета. И 4532 использовать датчик ультразвука. Система цели обучения у нас основывается на долгосрочных планах. Долгосрочные планы у нас основаны на сквозных темах. Итак, посмотрите, пожалуйста, какие цели обучения у нас рассматриваются по каждому разделу, который даются в долгосрочном плане. Долгосрочный план вы знаете. Это долгосрочный план у нас готовится на год обучения. Здесь в долгосрочном плане даются разделы, темы предмета и цели обучения. Итак, в первом классе у нас обучение, вы знаете, проходит, начиная с третьей четверти. Здесь у нас заданы, мы сейчас в системах цели обучения посмотрели, какие разделы и какие цели рассматриваются. В таблице это все дано. Темы предмета дано. Здесь именно сквозные темы тут рассматриваются. Итак, по первому разделу у нас сквозная тема, это путешествия, посмотрите. По второму разделу сквозная тема, традиции и фольклор. Смотрите, какая тема дается и какие цели. В четвертой четверти, смотрите, раздел третий, сквозная тема идет, еда и напитки, здоровом теле, здоровый дух. И какие темы и какие цели мы рассматриваем. Во втором классе по первому разделу у нас дается сквозная тема, все обо мне. И во втором разделе творчество, компьютер, мы сейчас рассмотрим сквозную тему. Тема предмета, смотрите, какие, сохраняем свое здоровье, файлы и папки и какие цели тут рассмотрены. По второму разделу мы рассматриваем именно исполнение алгоритма. Создание собственного персонажа. Здесь сквозная тема идет, моя семья и друзья. Во второй четверти идет сквозная тема, моя школа и мой родной край. Здесь рассматривается тема, знакомство с клавиатурой, клавиатурный тренажер. Обратите внимание, какие цели мы должны давать, дорассмотрены и даны уже в долгосрочном плане. В третьей четверти сквозная тема, в здоровом деле, здоровый дух. Какие темы рассматриваются, это запись и воспроизведение звука, звуковые эффекты, редактирование звука. И цели какие, да, рядышком прописаны. В пятом разделе у нас сквозная тема, традиции и фольклор. Здесь темы движения робота, запуск программы для робота, звук для робота. И даны цели для каждой темы. В четвертой четверти рассматривается робототехника. Здесь уже окружающая среда, путешествия, сквозная тема. И вот идеи для проекта, алгоритм для проекта, создание танцующего робота. И даны уже цели. И так далее. В третьем классе у нас сквозные темы. Вот посмотрите внимательно, здесь уже другая сквозная тема. Живая природа, что такое хорошо и что такое плохо. Какие именно разделы и какие темы именно охвачены здесь. Посмотрите внимательно. И каждой теме у нас соответственно идут уже цели обучения. Во второй четверти. Также это все рассмотрено по всем четвертям. Итак, во второй четверти у нас сквозная тема. Время и архитектура. Какие темы рассмотрены? Это сценарии игры, сцены, персонажи, смена костюмов, моя игра. И в каждой теме у нас уже идут что? Цели обучения. В третьей четверти робототехника. Сквозная тема искусства, выдающие личности. Смотрите. И темы, которые охватили. Мы должны объяснять эти темы. Идея для проекта. Оформляем документ, иллюстрации в тексте, движение руки робота и блок цикла. И соответственно, ко всем темам идут уже что? Цели обучения. Итак, в четвертой четверти. Сквозная тема по четвертому разделу. Вода, источник жизни. По пятому разделу. Текст, график, презентация. Сквозная тема. Культура, отдых, а праздник. И темы даются соответственно к темам цели обучения. В четвертом классе у нас сквозная тема уже начинается. Как моя родина, Казахстан. Человеческие ценности. Соответственно к ним темы и сквозные. То есть цели обучения. Во втором разделе работа, техника, лабиринты. Темы и сквозные и цели обучения. В третьем разделе уже дается сквозная тема. Природные явления. Темы. К ним монтаж видео. И цель создавать видеоролики. В четвертом разделе сквозная тема охрана окружающей среды. Соответствующие темы и цели обучения. В четвертой четверти у нас сквозная тема рассматривается как путешествие в будущее. Путешествие в космос. К ним даются темы. Смотрите. И в конце у нас дается мини-проект. Компьютер будущего. Здесь уже к ним к каждой теме, конечно же, даются цели обучения. Спасибо вам за прошлошенную лекцию. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. Назовите основные разделы системы цели обучения. И назовите основные темы долгосрочного плана. И еще назовите, пожалуйста, сквозные темы, которые дайны в долгосрочном плане. Спасибо.